Испокон веков Есть работающие вечные двигатели Мнимые, они на самом деле берут энергию извне И жульнические, эти работают на доверии наивных зрителей Остальные невозможны Противоречат двум первым началам термодинамики И есть те, что вроде работают, но за счет чего до сих пор непонятно Мы отобрали все только самые-самые вечные двигатели Самый мошеннический вечный двигатель Его создатель прошел путь от грязной саксонской деревни до высшего света Петр Первый посылал к нему своих людей договориться о покупке чудо-устройства Иоганн Бесслер, более известный как доктор Арфириус Выставлял неприлично здоровый счет и держал в тайне принцип работы двигателя Еще бы, достаточно было запустить огромное колесо И оно уже само могло поднимать грузы весом до 16 килограммов на полтора метра А еще приводить в действие кузнечный мех и точильный станок Перпетуум мобиле даже проверяли Заперли машину в комнате, опечатали, поставили охрану Через две недели открыли, работает Все испортила служанка, выдала доктора Колесо крутили брат доктора и она Дергали каждый час за тайно протянутый шнурок Самый продаваемый вечный двигатель Такой, говорят, и в Кремле есть Швейцарские часы, которые не нужно заводить десятилетиями, а то и веками Никаких батареек и других источников энергии Все дело в хитроумной гармошке-мембране, спрятанной внутри Она наполнена хлорэтиленом, а цепью связана с барабаном, в котором уже часовая пружина Гармошка движется, поскольку газ меняется в объеме Сжимается и расширяется из-за естественного перепада температур Достаточно разницы в один градус, и часы заведены еще на одни сутки Так что это мнимый вечный двигатель, энергия берется извне Самый первый вечный двигатель Вечно двигательная лихорадка пришла в Европу предположительно с трудами арабских математиков и мыслителей А на Ближний Восток эти идеи могли просочиться из Индии Первое известное упоминание самодвижущегося колеса было в стихотворении астронома Бхаскары от 1150 года Работать должно было за счет различия моментов сил тяжести, которые создаются жидкостью в сосудах на окружности колеса Эту конструкцию, в общем-то, можно считать и самой популярной Да Винчи, например, тоже делал И заодно написал разоблачительный трактат о вечных двигателях Чтобы коллеги больше не тратили время и силы на ерунду Правда, инженеры-самоучки до сих пор пытаются построить разные модификации колеса Бхаскары Патентное бюро США в 1959 году зарегистрировало новое творение Отиса Кара Создателя системы бесплатной энергии и гравитационного двигателя В том же году он собрал революционную машину Космический транспорт четвертого измерения, который работал на вечном двигателе Он имел вид популярных тогда летающих тарелок Кар нашел инвесторов, те вложили сотни тысяч в машину Первый запуск должен был состояться в парке развлечений в Оклахома-Сити Но изобретателю стало нехорошо, он слег в больницу Аппарат так и не взлетел Потом оказалось, патент был на устройство для увеселений Документы даже сейчас хранятся в бюро В них говорится, что конструкция в виде космического аппарата Должна создавать иллюзию внеземных путешествий Кара вскоре посадили за нелегальную торговлю акциями Самый удачный вечный двигатель Идея о сухих водяных мельницах лежит на поверхности Работать все должно за счет силы притяжения земли Проблема только в том, что в воде надо как-то без затрат энергии преодолевать подъем, чтобы снова упасть И есть много хитроумных и оригинальных решений Все они основаны на том, что вода падает, крутит колесо, а колесо вращает винт, который поднимает воду И многие конструкции, собранные на заднем дворе или в гараже, действительно работают, но недолго Вечный двигатель должен не только сам по себе работать, но и работу выполнять Например, ею можно считать движение составных частей Так вот именно они во многом из-за силы трения постепенно исчерпывают всю начальную энергию Самый масштабный вечный двигатель Этот проект предполагал строительство 600-километрового абсолютно прямого тоннеля между Москвой и Петербургом Поскольку земля круглая, а не плоская, то для постороннего наблюдателя тоннель будет под наклоном Из-за действия силы тяжести отцепленный состав без локомотива вылетит с другой стороны, допустим в Москве, и потом обратно Получается такой гравитационно-маятниковый экспресс Если бы не было силы трения и сопротивления воздуха, то весь путь занимал бы 42 минуты 12 секунд И не имела бы значения длина тоннеля Даже проходил он, например, между Берлином и Токио Самый работающий вечный двигатель Установку инженера Потапова в начале 2000-х годов проверяли инженеры, которые создают космические корабли «Союз» и «Прогресс» Заявленной КПД установки около 400% На электродвигатель подается 1 кВт, и батарея на выходе выдает в 4 раза больше тепла Но это противоречит закону сохранения энергии Создатель говорит, что энергия берется из физического вакуума Но это последняя во вселенной, из чего имеет смысл выжимать энергию Самая вероятная версия – просто неравномерно нагревается жидкость по сечению труб И из-за этого возникают ошибки в измерении температуры Самый загадочный псевдовечный двигатель Его часто путают с вечным, поэтому мы не могли не сказать о нем М-драйв выглядит как ведро с микроволновкой По крайней мере, от них установка мало чем отличается М-драйв проверяли в НАСА и в Дрезденском техническом университете Медный рупор с магнетроном поражает воображение тем, что создает тягу будто бы из ничего Топливо не выбрасывается, зато образуются электромагнитные колебания Их энергия, как показали первые испытания, по какой-то причине преобразуется в механическую И будто бы получается тяга Она так мала, что не до конца ясно, есть ли она Но в космосе этого хватит, чтобы постоянно ускоряться Что означает первую реальную надежду на путешествие за пределы Солнечной системы Ну а до Марса так вообще за пару недель можно будет добраться Если только удастся окончательно подтвердить, что двигатель работает Именно поэтому за него взялись в НАСА Исследователи будут проводить новые тесты, пока не проверят окончательно Нет ли здесь просто ошибок в измерениях Друзья, нам очень важна ваша поддержка Поэтому, если нравятся выпуски, ставьте лайки и делитесь этим видео А мы будем дальше трудиться во имя просвещения Да пребудет с вами наука! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!